Теория распознавания образа, раздел информатики и смежных дисциплин, развивающая основы и методы классификации и идентификации предметов, явлений, процессов, сигналов, ситуаций и тому подобное объектов, которые характеризуются конечным набором некоторых свойств и признаков. Такие задачи решаются довольно часто, например при переходе или проезде улицы по сигналам светофора. Распознавание цвета загоревшейся лампы светофора и знание правил дорожного движения позволяет принять правильное решение о том, можно или нельзя переходить улицу. Необходимость в таком распознавании возникает в самых разных областях, от военного дела и систем безопасности до оцифровки аналоговых сигналов. Проблема распознавания образа приобрела выдающееся значение в условиях информационных перегрузок, когда человек не справляется с линейно-последовательным пониманием поступающих к нему сообщений, в результате чего его мозг переключается на режим одновременности восприятия и мышления, которому такое распознавание свойственно. Не случайно, таким образом, проблема распознавания образа оказалась в поле междисциплинарных исследований в том числе и в связи с работой по созданию искусственного интеллекта. А создание технических систем распознавания образа привлекает к себе все большее внимание направления в распознавании образов. Можно выделять два основных направления изучения способностей к распознаванию, которыми обладают живые существа, объяснение и моделирование их, развитие теории и методов построения устройств, предназначенных для решения отдельных задач в прикладных целях. Некоторые методы распознавания графических образов. Для оптического распознавания образов можно применить метод перебора вида объекта под различными углами, масштабами, смещениями и т.д. Для букв нужно перебирать шрифт, свойства шрифта и т.д. Второй подход – найти контур объекта и исследовать его свойства. Еще один подход – использовать искусственные нейронные сети. Этот метод требует либо большого количества примеров задачи распознавания, либо специальной структуры нейронной сети. Учитывающий специфику данной задачи персептрон как метод распознавания образов, F. Rosenblatt, вводя понятие о модели мозга, задача которой состоит в том, чтобы показать, как в некоторой физической системе, структурой функциональные свойства, которые известны, могут возникать психологические явления, описал простейшие эксперименты по развлечению. Данные эксперименты целиком относятся к методам распознавания образов, но отличаются тем, что алгоритм решения недетерминированный. Простейший эксперимент, на основе которого можно получить психологически значимую информацию о некоторой системе, сводится к тому, что модели предъявляются два различных стимула и требуется, чтобы она реагировала на них различным образом. Целью такого эксперимента может быть исследование возможности их спонтанного различения системы при отсутствии вмешательства со стороны экспериментатора, или, наоборот, изучение принудительного различения, при котором экспериментатор стремится обучить систему проводить требуемую классификацию. В опыте с обучением персептрону обычно предъявляется некоторая последовательность образов, в которые входят представители каждого из классов, подлежащих развлечению. В соответствии с некоторым правилом модификации памяти правильный выбор реакции подкрепляется. Затем персептрону предъявляется контрольный стимул и определяется вероятность получения правильной реакции для стимулов данного класса. В зависимости от того, совпадает или не совпадает выбранный контрольный стимул с одним из образов, которые использовались в обучающей последовательности, получают различные результаты. Если контрольный стимул не совпадает ни с одним из обучающих стимулов, то эксперимент связан не только с чистым развлечением, но включает в себя элементы обобщения. Если контрольный стимул возбуждает некоторый набор сенсорных элементов, совершенно отличных от тех элементов, которые активизировались при воздействии ранее предъявленных стимулов того же класса, то эксперимент является исследованием чистого обобщения. Персептроны не обладают способностью к чистому обобщению, но они вполне удовлетворительно функционируют в экспериментах по развлечению, особенно если контрольный стимул достаточно близко совпадает с одним из образов, относительно которых персептрон уже накопил определенный опыт. Примеры задач распознавания образов, оптическое распознавание символов, распознавание штрих-кодов, распознавание автомобильных номеров, распознавание лиц, распознавание речи, распознавание изображений, распознавание локальных участков земной коры, в которых находятся месторождения полезных ископаемых, классификация документов.